Привет, я Вася Флопцев, а это божественные новости на канале Технодеус. Куча новостей о Microsoft, Apple, Google и импортозамещении сами себе не обсудят, поэтому заваривайте утренний чай или кофе, и я начинаю. И сперва давайте поговорим о мелкомягких. Не так уж часто я уделял им внимание раньше, да и они особо не давали повода. Увы, первая новость грустная. Панас Панай покинул корпорацию после 20 лет работы. До недавнего момента он занимал пост директора по продуктам, отвечал за линейку Surface и Windows, но его буквально вынудили уйти с поста. На протяжении последних лет руководство Microsoft резало ему финансирование. Отменял запуск некоторых устройств Surface, те же наушники третьего поколения, или может помните раскладной планшет Surface Neo, а не так давно и вовсе сократило штат сотрудников. Дальше так продолжаться не могло, и 18 сентября он решил перевернуть страницу и написать следующую главу. Как выяснилось, новым пристанищем стал Амазон, где Панас будет заниматься голосовым ассистентом Alexa и умными устройствами. Не вполне понятно, кто займет его место и куда майки пойдут дальше. Однако, спустя пару дней после этой внезапной новости, прошел вполне себе запланированный Microsoft ивент. Последняя презентация к продуктам, который он приложил свою руку. Как будто можно приложить чужую. Господи, зачем я это уточнил? Ввел ее Сатья Наделла, их гендиректор. И почти 70% презентации посвятили софту, однако местами даже интересно было послушать. Например, Copilot. Это концентрированный AI-помощник вашей Windows 11. Он выполняет функции Cortana, ChatGPT, MidJourney и интегрирован с новым пейнтом, в котором появились слои. Это событие сродни Type-C в айфонах, не меньше. Ну а железки из железок отвалили изрядное, но на некоторые даже по минуте экранного времени тратить не стали и просто обновили информацию на сайте. Всего 4 устройства. Laptop Studio 2, Laptop Go 3, Surface Hub 3 и Surface Go 4. Последний, это самый дешевый планшет Microsoft на Селероне. Hub, это умная доска для всяких презентаций и важных деловых совещаний. Laptop Go, по аналогии, самый бюджетный ноутбук майков, хотя когда-то существовал еще SE, но похоже, что ему пришел конец. А вот Laptop Studio, это тема. Зверь-машина для создателей контента стоимостью от 2 до 3,7 тысяч долларов. В рубли, думаю, переведете сами. Внутри Intel Core i7 13-го поколения, до 64 гигов оперативки и до 2 терабайт SSD. А видеокарты можно избрать либо в стройку Intel, либо RTX 4050 или 4060, либо специальную RTX 2000 Ada Generation, в зависимости от ваших задач. А задачи ему по силе любые, ибо это ноутбук-трансформер с офигенным 14-дюймовым сенсорным экраном, который, разумеется, поддерживает Surface Pen и подойдет для художников, для 3D-шников и вот всех-всех-всех. Что меня прикаляло еще с первой модели, так это дизайн. Смотришь чуть сверху, ноутбук и ноутбук. Смотришь сбоку, а он оказывается двухслойный. Сюрфейсы, в отличие от макбуков, у нас в стране не так популярны, хотя у меня есть парочка, но, в отличие от Apple, за новинками Microsoft в США на старт продаж, ну, точно никто не поедет. А вот улететь в Дубай за новыми айфонами и аксессуарами для них, это, пожалуйста, собственно, так и поступили ребята из Технодеос вместе с другими техноблогерами. И, разумеется, одной из первых покупок стали чехлы Fine Woven. Инновационная разработка Apple, которая уже из коробки покрыта непонятными пятнами и вообще собирает грязь, отпечатки и царапины на порядок лучше кожаных. Ребята из A-Fixit уже разобрали эти чехлы, испачкали их, и пока выглядит так, будто новинка марается быстрее, чем аналог из кожи. Для тех, кому не нравится ни то, ни другое, компания Meizu по старой доброй традиции представила альтернативу. Во-первых, ее чехлы для прошек нетканевые. Во-вторых, защищенные. В-третьих, с маскотом компании Панды Панда Эром. И в-четвертых, стоят меньше 2000 рублей. Выглядят броско, и у парочки даже есть Максейв или Кикстенд. Поэтому, почему бы не взять? Если, конечно, будете брать айфон. Потому что зачем, если он не намного мощнее предыдущего? В обычных условиях новинка показала в Antutu 1 642 000 баллов, что всего на 11 копейками процентов больше, чем у предыдущего поколения. Но синтетика – это синтетика. А что там на практике? В действительности, 15 Pro Max вполне может заменить консоль. Китайские блогеры почти сразу проверили играбельность Resident Evil Village на новинке и отметили стабильность картинки и удобство управления. Игра идет в 30 кадров. По заверениям одного из блогеров, то, что он видит, очень похоже на игру со свитча. Управлять процессом можно и со смартфона, но удобнее, конечно, воспользоваться геймпадом. Те, кому мало 6 дюймов, могут вывести картинку на большой монитор. Даже в таком режиме фреймрейт не скачет, и в 720p играть вполне комфортно. А теперь коротенько о других новостях. Pixel 8A показался на фото. Смартфон перенял голубую расцветку от 8 Pro и, сравнивая его с предшественником, обращаясь внимание на скругление корпуса и толстенные рамки. А вообще он напомнил мне Lumia 620. Такой же пухлый обмылочек. В Telegram появились истории от каналов. С новой системой бустов подписчики Telegram Premium ежедневно могут отдавать свой голос за любимый канал, даруя ему возможность публикации истории. Будем признательны, если вы проголосуете за Технодеус. Ссылку на нас найдете в описании. Представлен Tecno Phantom V Flip. Ребята сполна вдохновились концептами Meizu и явили миру один из самых дешевых складных смартфонов. Всего 700 евро. Такая цена – заслуга Mediatek. Железки от Qualcomm наверняка обошлись бы дороже. Анонсирован Niophone. Модель получилась максимально заряженной, в приятном дизайне и тесной интеграцией с китайскими автомобилями NIO. Поддерживает более 30 функций, в том числе функцию автомобильного ключа. Первому мобильному телефону исполнилось 40 лет. Отсчет ведется с 21 сентября 1983 года, когда ФК США одобрил старт продаж Motorola Dynatek 8000X – полуторакилограммовой звонилки за 4000 долларов. С короткими новостями закончили и приступаем к рассказу о мониторе Litecom, в отношении которого Минпромторг начал проверку. Краткий видос – курс дела. Две недели назад блогер Максим Горшенев выпустил ролик, освещающий странную ситуацию с, казалось бы, российским монитором VMAX от компании Litecom. Этот дисплей был внесен в реестр российской промышленной продукции, набрав рекордные 140 баллов. Но на просьбу Максима рассказать подробнее о роли российских чипов внутри этого устройства, компании, отвечавшие за его разработку, ответили отказом, направив блогера на официальный сайт. Его это насторожило, и монитор был разобран. И под медным радиатором обнаружился чип Realtek, отвечавший практически за все. А отечественные чипы компании Milander по сути являлись пустышкой, и их роль может выполнить обычная проволочка. Недавно ролик завирусился, об этом начали писать статьи, посты и даже записывать шортсы. И в итоге информация дошла до Минпромторга, который такое импортозамещение не оценил, и начал проверку. А Максима поблагодарил за активную позицию. Рекомендую целиком посмотреть ролики, о которых шла речь. Потому что я пересказал их крайне сжато, ну такой вот формат новостей. И видео-то на самом деле интересное, есть что глянуть. Продолжая обсуждать отечественную микроэлектронику. В Саранске стартовало производство смартфона AirFone на российской системе ROSA Mobile. Если быть точным, процесс включает в себя установку компонентов на материнскую плату и прошивку. Сами железки пока что производятся на заводе BOPEL Mobile Technology в Гонконге. Характеристики, казалось бы, средние. 6,7-дюймовый экран, 8128 памяти, аккумулятор на 5000 мАч и 50-мегапиксельная камера. Но не нужно забывать, что система выступает не обычный андроид, а ось на основе линукса. С дрейверами, написанными с нуля, чтобы избежать так называемых закладок. Стоить такое чудо будет от 40 тысяч рублей, что примерно в 2 раза дороже смартфонов с аналогичными спеками от именитых брендов. Но как бы и объемы производства не те, и разработка операционки стоят ощутимых денег. Даже так обязательно его раздобуду, если появятся свободные продажи. Ну и финальная новость, показан новый трейлер российской игры Смута, чья разработка чуть не сорвалась из-за гугл. По поводу корпорации Добра, оказывается, создатели Смуты хранили заметный объем файлов на 2-терабайтном гугл-диске. И когда возможность продлевать его из России пропала, им экстренно пришлось устроить миграцию на аналог от Яндекса. Но даже так, часть содержимого была утеряна навсегда. А что свежий трейлер? Его показали в рамках презентации проектов 23-24 года, организованной Институтом развития интернета. Было продемонстрировано несколько игровых локаций, среди которых Нижний Новгород, Москва и даже мой родной Ярославль. Оно, собственно, и не удивительно. Сюжет игры Смута разворачивается, как это ни странно, вокруг смутных времен. А в Ярославле 1612 года собиралось народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского, впоследствии освободившее Москву от главного босса польских интервентов. Интересно, как это историческое событие реализуют в игре. Как говорится, будем посмотреть. А вот так подходит к концу четвертый выпуск Божественных Новостей. С вами был Вася Флопцев. Не стесняйтесь оставлять комменты, ставить лайки и всячески коммуницировать с нами. Я знаю, вы это любите. Увидимся через неделю здесь, на канале Технодеус.